Несенский и Дейковский. И Коломенская всегда славилась своими яблонями. Даже до сих пор говорят, что Коломенское два раза в году бывает в белом цвету. Зимой и весной, когда цветут наши знаменитые яблоневые сады. Рядом с Государевым двором были царские села. Царское село Коломенское и царское село Братеево. А также на том месте, где сейчас стоит восстановленный деревянный дворец, было село Дьяково до 1980-х годов. Отсюда можно увидеть, если вы за деревьями, видится храм Вознесения Господня, который был построен в честь рождения Ивана Грозного в 1532 году. Он внесен в список культурного и исторического наследия ЮНЕСКО как один из мировых памятников человечества. Коломенское насчитывает 360 гектаров земли и делится на две части глубоким Голосовым оврагом. Обычно известный больше всего Голосовый овраг. Да, Голосовый овраг, он как раз вот там, с той стороны находится. И, конечно, здесь коломенские царские крестьяне были людьми зажиточными. Они даже назывались огуречными магнатами и капустными королями. Вот. Они выращивали огурцы, капусту в большом количестве, квасили капусту и поставляли на московские рынки. Вот. Поэтому многое они могли себе позволить. Могли себе позволить богатый дом, двор. И вот по улице Большой у нас восстановлена усадьба крестьянина, усадьба кузнеца. Можно увидеть усадьбу гробовых самых богатых людей. Вот такую интересную экскурсию и многие другие можно послушать, если приехать в усадьбу музея Коломенская и прийти на конюшенный двор, заодно познакомиться с гусем Мартином и другими его обитателями. Спасибо за внимание. Приходите в Коломенская. Продолжение следует...